Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его работы учат замечать то, что находится вокруг. В Самаре открылась персональная выставка графики и живописи Николая Панфильцева. Ремонт почтовых отделений даже в самых отдаленных уголках области, а также дальнейшее совершенствование услуг Почты России в 63-м регионе, обсудил губернатор Дмитрий Азаров с руководителем управления Федеральной почтовой связи Самарской области Андреем Поповым. Напомню, эту должность Попов занял в декабре 2023 года. Он рассказал, что в Самарской области очень устойчивые почтовые традиции, которые позволяют держать на высоком уровне качество клиентского сервиса. Руководитель рекуправления почтовой связи остановился на результатах работы службы. С лета 2023 года возобновлена работа 44 отделений почтовой связи. Еще 10 планируется открыть до середины февраля. 20 января возобновится работа отделения в селе Печорское Сызранского района, вопрос по которому был задан на прямой линии президента Владимира Путина. Активно ведется сотрудничество с маркетплейсами. Также Андрей Попов добавил, что по итогам прямой линии губернатора Дмитрия Азарова было зафиксировано 17 обращений, связанных с работой почтовой службы. Более половины из них уже отработаны. Решение по остальным будет принято до конца текущей недели. За ночь с 11 по 12 января выпало около 9 мм снега, что составляет почти пятую часть месячной нормы. Накануне глава Самары Елена Лапушкина поручила службам благоустройства скорректировать свою работу с учетом продолжительного снегопада и обеспечить очистку дорог с маршрутами движения, общественного транспорта, подъездов и подходов к социальным учреждениям, остановок и тротуаров, выходов из подъездов, чтобы подготовить город к новому рабочему дню. Как проводились эти работы, увидела наша съемочная группа. Районные службы благоустройства, управляющие компании ТСЖ, ЖСК, ТСН еще до восхода солнца организовали работы по расчистке территории от последствий интенсивного вечернего и ночного снегопада. В первую очередь, внимание уделяется уборке от снега подъездов, тротуаров, дворах и вдоль улиц, лестничных спусков, а также подходов к социальным учреждениям, чтобы жители могли спокойно выйти из дома, дойти до больниц, школ, детских садов и остановок общественного транспорта. Только в Ленинском районе города утром выполнять эту работу вышли 174 дворника и 16 единиц техники. В 6 часов мы контролируем именно выход техники и выход дворника, чтобы к 7 часам утра, когда люди идут на работу, уже как минимум входные группы и тротуары были очищены. Всего в городе в дневную смену расчистку проводили около 300 единиц техники и более 3300 дворников. А минувшей ночью в уборке улиц города было задействовано 254 единицы техники и 83 дорожных рабочих. Учитывая, что потепление вновь сменится морозной погодой, рабочие продолжают активно использовать противогололедные материалы. За минувшие сутки было использовано более 350 тонн. Продолжается и вывоз снега с улиц Самары. Сегодня на спецплощадке доставили более 5000 тонн зимних накоплений. В ближайшие дни осадки не ожидаются, но ожидается понижение температуры вплоть до минус 30 градусов. То есть это условие, когда, в принципе, даже выпавший снег может смерзнуться. Поэтому основная задача – это максимально очистить покрытие от данного снега. Все виды работ контролируют городские и районные службы благоустройства. Если те или иные организации недобросовестно исполняют обязанности, на них составляют соответствующие акты. В дальнейшем документация может быть направлена для прокурорского реагирования и в адрес ГЖИ. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков. События. Атеросклероз стремительно молодеет. Заболевания артериальных сосудов фиксируют не только у взрослого населения, но и часто у детей. И важно вовремя обратить внимание на проблему. Самарский студент-медик Сергей Свиридов разработал приложение, которое поможет врачам-педиатрам определить тревожные сигналы, а родителям как можно быстрее заняться здоровьем детей. На исследование пошли средства гранта «Умник» от Фонда содействия инновациям. Подробнее о разработке расскажем далее. Атеросклероз – заболевание, при котором на стенках артерий откладываются жировые бляшки, сужая просветы сосудов и ухудшая кровоснабжение. Это может ввести к инфарктам и инсультам. Недугом страдают не только взрослые, но и дети. Причина чаще всего в изменении липидного обмена. Однако далеко не каждый родитель следит за уровнем холестерина у своего ребенка. Самарский студент-медик Сергей Свиридов разработал специальное приложение, которое поможет обнаружить тревожные симптомы у детей и подростков на ранней стадии, не дожидаясь развития болезни. Атеросклероз и его осложнения занимают ведущие роли в причинах смерти в мире и особенно в цивилизованных странах, таких как наша страна. И на данный момент в Самарской области и в России в целом не выявляются дети с первичными нарушениями липидного обмена, такими как гиперхолестерин и мия, наследственная форма, либо спорадическая форма. Приложение предназначено для врача. Он будет загружать туда профиль ребенка со всеми его данными и результатами анализа на определение липидного профиля. По мнению Сергея и его коллег, такой анализ должен стать для детей обязательным. Анализ всего один – это липидный профиль крови, то есть содержание липидов в крови. Это общий холестерин, липопротеин низкой и высокой плотности и триглицерина. На данный момент профилактика ведется среди взрослого населения, когда уже основные морфологические и функциональные изменения произошли. А мы хотим включаться на несколько пунктов раньше, когда еще этих морфологических и функциональных изменений нет. Если врач по результатам анализа заметит негативные изменения, он направит ребенка на дальнейшее обследование. Это поможет на ранних стадиях выявить предрасположенность к атеросклерозу. Но есть и другие признаки, на которые стоит обратить внимание. Ожирение и повышенная масса тела – это в первую очередь артериальное давление, то, что сейчас очень многих школьников, к большому сожалению, беспокоит. Вот у нас здесь дети лежат, на первый взгляд, с диагнозом синдрома агитативной дистонии с периодическими подъемами давления. Но когда их начинаешь обследовать, выясняется там нарушенный липидный профиль. Атеросклероз может быть у детей наследственным. И это подтверждается исследованиями, которые во время разработки приложения проводили Сергей с научным руководителем, Галиной Санталовой и другими врачами-учеными. Обследовали 700 детей из Самарской области из разных категорий. В поликлиниках нам дали родителей детей, у которых в раннем возрасте, то есть до 55 лет, уже были катастрофы какие-то, сосудистые инфаркты, инсульты. Часть из них, конечно, летально закончилась. И вот мы детей от этих родителей тоже обследуем. Это вот одна когорта. И обследуем детей 10-летнего возраста. Не зная о них, допустим, ну ничего, подробностей мы не учитываем. Просто берем 10-летних детей и определяем у них уровень холестерина. На исследование пошли средства гранта «Умник» от фонда «Содействие инновациям». Грант Сергей выиграл в 2021 году. Приложение почти готово. Медики надеются, что Минздрав одобрит инновацию и внедрит комплекс в лечебное учреждение региона, а также внесет соответствующий анализ в приказ об обязательном обследовании детей. Светлана Кудрявцева и Игорь Казановский. События. Взаимодействовать с налоговой инспекцией, подавать декларацию, контролировать свои расчеты с бюджетом, оплачивать налоги, получать информацию о задолженности, не выходя из дома или из рабочего кабинета, теперь можно через портал госуслуги. Этим нововведением уже сумели воспользоваться более 93 тысяч жителей региона. Об удобствах сервиса расскажет Елена Чернявская. В Самарской области более 93 тысяч жителей получают документы из налоговой через госуслуги. Напомним, с 1 июля 2023 года появилась возможность получать налоговые уведомления на плату имущественных налогов и требования об уплате задолженности от налоговой через портал госуслуг. Нужно зарегистрироваться в госуслугах и направить в налоговый орган согласие на получение таких документов. Это согласие подписывается госключом, и в дальнейшем уже налоговые документы приходят на сайт госуслуг. В таком случае почтовым отправлением такие уведомления не направляются. Из сайта госуслуг можно легко и просто сразу уплатить все налоги. Своевременная оплата налогов позволяет людям избежать таких негативных последствий, как начисление пения, взыскание сумм в судебном порядке с удержанием долга и судебных издержек из зарплаты или пенсии, запрет на совершение регистрационных действий с имуществом, арест с последующей продажей, ограничение на выезд из страны. Не нужно обращаться в налоговый орган, куда-то идти и что-то узнавать. Все у вас будет приходить на сайт госуслуги. Вы будете всегда в курсе состояния своего единого налогового счета, есть ли у вас задолженность, нет ли задолженности. И еще раз повторюсь, прямо с сайта госуслуг можно онлайн оплатить любой налог. Житель Самары Нина Антепина узнала, что справки и документы в различные ведомства можно подавать через госуслуги и пришла в налоговую уточнить детали. Специалист инспектор все подробно объяснил, что все можно делать через телефон, через госуслуги, заказывать справки. Ну какие там справки можно заказать? Тоже справку об отсутствии задолженности, заполнять декларации, там можно также тренинг ДФЛ. Все очень удобно и просто. Вот теперь я не буду ходить и выстратить время свое на посещение налоговой. Как отмечают специалисты у ФНС России по Самарской области, это еще один способ взаимодействовать. С налоговой службой дистанционно, без посещения инспекции, контролировать свои расчеты с бюджетом. Елена Чернявская, Константин Головин. События. Центральная городская библиотека имени Надежды Крупской присоединилась к патриотическому проекту «Сила в правде». Студентам Самарского государственного колледжа рассказали о книгах, посвященных военной тематике. Они постоянно обновляются и пополняются. Ксения Баканова расскажет подробности. Студентки Ульяна и Екатерина увлеченно рассматривают книгу «Донбасская дуга». На ее страницах можно увидеть суровые будни бойцов, отгрузку гуманитарной помощи и даже возвращение солдат домой из зоны проведения специальной военной операции. Девушки отмечают, важно знать и помнить имена героев, а еще помогать и поддерживать. Я считаю, что стихотворения, произведения и песни, они поднимают боевой дух солдат, который так нужен им в это непростое время. Благодаря этой встрече мы узнали о новых писателях, поэтах и появилось желание познакомиться с ним поближе, с их творчеством. Не призван на призвание, заметь, не разбирает всех деталей смерть, ни у кого на безымянных кольца. Никто бездетный двинул добровольцем, ей все едино. Знаешь, а ведь в этом покое и правда, и сияние света. Сила в правде. Патриотический проект с таким названием рассказывает читателям городских библиотек о страшных последствиях нацизма и фашизма. Его инициатором выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По поручению главы региона для жителей города теперь работают тематические стенды, посвященные СВО. Один из них находится в библиотеке имени Надежды Крупской. Эта выставка отражает книги, издания, периодику о специальной военной операции. Один из самых известных авторов – это Захар Прилепин. Его любят не только читатели нашей библиотеки, но и читатели всей России, да и побоюсь этого слова, всего мира. Также гостям напомнили о страшной трагедии в Макеевке, где в ночь на 1 января прошлого года погибло 89 солдат. Теперь они изображены на иконе святого Ильи Муромца. Автор работы – самарский художник Александр Просвирнов. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. Прививать любовь к книгам в интерактивной форме. Для самарских пятиклассников прошел арт-час в гостях у Баратино. Школьники отгадывали загадки, выполняли задания и даже создавали свою обложку для знаменитой книги Алексея Толстого. Подробности в нашем сюжете. Сказали, как его зовут, кто с ним дружил, кто пытался обмануть и, конечно, кто написал сказку о деревянном мальчике, как в русской литературе, так и в зарубежной. Библиотекарь Екатерина Тишина рассказала пятиклассникам 81-й школы о приключениях Пиноккио Карло Колоди и золотом ключике или приключениях Баратино Алексея Толстого. Основную часть занятия, конечно, посвятили книге известного советского писателя, который, кстати, родился в январе 1882 года в Самарской губернии. Мероприятие много разных проходит по произведениям русских классиков, зарубежным тоже каким-то книгам для детей, для взрослых, поэтому мы всегда всех ждем. Подобные мероприятия, они, в принципе, позволяют узнать много нового, как-то ребята могут себя проявить и, в принципе, весело использовать провести время. Арт-час в гостях у Баратино прошел в Центральной городской библиотеке имени Крупской. Это, конечно, очень увлекательно, что в библиотеке, после того, как ее отреставрировали, теперь она в новом формате и проводят такие мероприятия. Здесь очень красиво, интерьер просто потрясающий. Но и хорошо, что осталась все-таки вот эта старина, именно книги, которые здесь были раньше, новые книги также здесь тоже есть. Занятия для пятиклассников подготовили в творческом формате. Школьники отгадывали загадки, разыскивали монеты, за что получили детали будущей обложки книги о золотом ключике и фломастеры, чтобы эту обложку самостоятельно украсить. Светлана Кудрявцева, Петр Поломеев. События. Мысль, чувство, мастерство Даниила Гранина. Под таким названием в Самарской библиотеке номер 16 прошла литературная акция. Она приурочена к 105-летию со дня рождения советского писателя и киносценариста. Гости встречи узнали интересные факты из биографии писателя и поближе познакомились с его творчеством. Подробности в нашем материале. Житель Самары Ирина Рубцова без чтения свою жизнь не представляет. Вспоминает, уже к девяти годам прочитала все книги из ближайшей детской библиотеки. Домашняя же коллекция книг, которую Ирина собирала с молодых лет, насчитывала три тысячи экземпляров. Семь лет назад в доме Ирины случился пожар. Книги сгорели. И теперь Ирина – постоянный посетитель Самарской библиотеки номер 16. Здесь уютно и царит теплая атмосфера, признается Ирина. А мероприятия, которые регулярно проводятся, – это возможность открыть для себя что-то новое и вдохновиться на прочтение очередного романа. Я постоянный читатель этой библиотеки. Честно говоря, персонал – это моя вторая семья. Настолько внимательная, всегда порекомендует что-то новенькое. Каждый четверг проводятся мероприятия, на которых либо рассказывают о каких-то писателях, там, ну, как правило, у кого юбилеи бывают. Выступала актриса оперного театра Наталья Бондарева. Я была в восторге от ее романсов. 1 января исполнилось 105 лет со дня рождения советского писателя и киносценариста Даниила Гранина. Его творчеству посвятили первый в этом году «Литературный четверг». Собравшиеся узнали интересные факты из биографии Гранина и познакомились с его творчеством. Эта литературная гостиная открывает цикл мероприятий ко дню снятия блокады Ленинграда. Даниил Гранин, он известен своими рассказами о Великой Отечественной войне. И, в частности, его книга о блокаде Ленинграда посвящена вот этому событию. И сегодня для жителей микрорайона будет тоже интересно послушать о блокадной книге Даниила Гранина, которую он написал в соавторстве с Олесьмом Адамовичем. «Литературные гостиные проходят в библиотеке номер 16 каждый четверг. Вход свободный». Галина Топилина, Петр Паломеев. События. Его колоритные работы словно светятся. В Самаре открылась персональная выставка живописи и графики художника Николая Панфильцева. Она приурочена к 75-летию автора. Ксения Баканова насладилась красотой картин и готова рассказать подробности. «Слушающее небо». Эта картина художника Николая Панфильцева обладает какой-то невероятной энергетикой, говорит посетитель выставки и приятельница автора Клавдия Ткач. Современные люди постоянно куда-то спешат, часто не замечая того, что происходит вокруг. Взгляд замыливается. Все кажется привычным и не производит впечатления. Женщина уверена – это неправильно. К современному человеку она намекает – остановись, человек, смотри в саму себя, если не можешь слышать небо, как посветленные святые люди. И когда мы не приходим посмотреть, а задуматься над каждым сюжетом картины, это дает очень многое для человека. На юбилейной выставке Николая Панфильцева представлено 72 работы. Нередко на своих полотнах мастер создает многофигурные композиции. Он часто воскрешает историю мира, России и Самары. Сначала трудно было, потому что я приехал из Орла, ну это запад, там немножко другое. И года два как-то притирался, а сейчас просто это для меня стало родным. И я не могу себе представить в другом месте, потому что жигули – они неповторимы. Такого места больше не найдете. Перед нами предстают образы атамана Стеньки Разина, усолки Богатырши и других легендарных персонажей. Художник рассказывает, в ранний период своего творчества много занимался графикой, делал афорты. Это древнейшая на самом технике, техника, которая требует виртуозного владения композицией, буквально даже мелкой моторики пальцев. Потому что помимо разработки композиций сложной, еще требуется владение штрихом, владение какими-то вещами тонкими, которые не всем даются. Выставка продлится до 6 февраля. Посмотреть работы можно в зале регионального отделения Союза художников России. Вход свободный. Про Новый год, про зиму и, конечно, про любовь. В Самарском дворце ветеранов прошел праздничный концерт «Рождественские встречи». Чем удивляли гостей праздника, расскажем далее. Жизнь жительницы Самары Ольги Пермяковой расписана по часам, хотя она и на пенсии. А как иначе, когда у коллектива, в котором поет Ольга Ивановна вот уже 10 лет, насыщенная творческая программа. Концерт, посвященный Рождеству, во дворце ветеранов также не обошелся без участия ансамбля «Хорошее настроение». Спели и про Новый год, и про зиму, и, конечно, про любовь. Это наша жизнь на сегодня, это наше хобби, это наш интерес, это то, что сегодня помогает нам быть молодыми, здоровыми, веселыми. И неспроста, наверное, мы придумали название своему ансамблю «Хорошее настроение», потому что у нас всегда хорошее настроение. Рождественский концерт во дворце ветеранов завершил цикл мероприятий, посвященных новогодним праздникам. Все коллективы, принимавшие в нем участие, занимаются в этих стенах. Участники давно стали друг для друга родными людьми. Каждый человек имеет право на спасение, на примирение, на возможность быть услышанным, понятым и быть разделенным в его мыслях и чаяниях. Сейчас не очень спокойное время, сейчас очень много вызовов, которые в целом в нашей стране обращены. И наша задача, как можно плотнее объединить людей, а что может быть объединить лучше, чем творчество и тема Рождества, Рождества Христова. Рождество продолжается, сейчас идут святки. Готовились к этому празднику, молились, постились, сейчас праздник приходит, всем поздравляем. Все, как и полагалось, у нас всегда делают на Руси. Дарить друг другу подарки и дарить хорошее настроение. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Глава Самары Елена Лапушкина в телеграм-канале приглашает горожан принять активное участие в голосовании и выразить свое мнение, какая территория города требует преображения. Благодаря президентскому национальному проекту «Жилье и городская среда» каждый житель может повлиять на благоустройство города. Сегодня стартовал первый этап отбора общественных пространств. Из 85 территорий будет сформирован ТОП-20, который в дальнейшем будет участвовать во всероссийском онлайн-голосовании. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, начнут благоустраивать уже в следующем году. За последние годы были благоустроены скверы Самарец, Фадеева, Речников, Овчарова, бульвары по улице Мичурина и проспекту Металлургов, Крымская площадь, Сад Баланса, Ерик Парк. В этом году продолжится обновление парков Молодежные и Воронежские озера, приобретет новый облик бульвар по улице Чернореченской. Руководитель управления информацией и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова сообщает о том, что сегодня происходит в доме номер 37 по Енисейской. В подвале в двух местах прорвало транзитную трубу, по которой шло отопление. Сейчас в подвале дома работают несколько аварийных бригад, сварщики, слесари, электрики. Вчера откачали воду из подвала. В ночь с 11 на 12 января начали сливать отопительную систему, чтобы приступить к ремонту. Сейчас дом обесточен, аварийные бригады в подвале выявляют место повреждения. После этого приступят к замене участков труб. По окончании работ будут пускать тепло. Ситуация находится на личном контроле главы Самары Елены Лапушкиной. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что в 2023 году в Самарской области родилось 555 близнецов. В 270 семьях появились двойни, а в 5 семьях сразу трое новорожденных. В Самаре для родителей близнецов предусмотрена единовременная выплата в размере 8 тысяч рублей на каждого ребенка. Если у вас двойное прибавление в семье, обращайтесь в любой офис МФЦ. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон.